Полеты на точность и слалом. Всё это на чемпионате Украины по вертолётному спорту, который впервые провели в Запорожской области. О тех, кто влюблён в небо и в авиацию, наш следующий материал. Такие соревнования в Запорожье впервые. 9 экипажей и 7 бригад судей. Главный соперник сегодня, говорят участники погода. Жара и сильный ветер могут преподнести неожиданные сюрпризы. Потому что вертолёт такая штука, что он начинает закручиваться. Или наоборот разворачиваться против ветра. Сложно управлять. Первое испытание – полёт на точность. Это перемещение контрольного груза на малой высоте по определённым коридорам. Один из лучших в этом упражнении – харьковский лётчик Вадим Бовт. В вертолётном спорте он четвёртый год. Лётчик, который летает на вертолёте, он больше летает, ну так скажем, как птица на руках. Меньше доверен автоматике, как современные самолёты летают, больше в автоматическом режиме. Все экипажи выступают на вертолётах Ми-2. Техника не новая, но надёжная. Да и соревноваться на таких аппаратах легче, чем на большом Ми-8, уверяют пилоты. Например, при развозке грузов. Вертолёт набирает высоту 7 метров и идёт, набирается ко второй бочке. Но здесь произошла осечка. Груз в первый раз не пропал. Теряются драгоценные секунды. Все упражнения чемпионата содержат элементы поисково-спасательных работ. Когда попадаем в бочки грузами, это чья-то спасённая жизнь на воде, утопающего или терпящего бедствия человека. Подойти правильно, подать фал, поднять человека. Это всё не просто спорт ради спорта. Большинство участников – опытные лётчики и мастера спорта международного класса. А вот молодёжи, признаются, не хватает. Романтики нынче в дефиците. Сейчас, мне кажется, больше престижно сидеть в кабинетах, получать большие деньги. Выйти, вытащить человека, начиная летать с пяти часов утра, в другой раз и не хочется. А любовь здесь у нас авиация. Любимая, дорогая наша авиация. Завтра экипажи будут соревноваться в слалами. А уже в следующем году такой чемпионат организаторы обещают провести в Киеве. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожье.